Краеведческий понедельник продолжает знакомить вас с Новой Москвой. Сегодня в объективе городской округ Щербинка. Начнем знакомство с прогулки по Щербинке. Вы увидите Щербинские достопримечательности, обновленный дворец культуры на Театральной площади, храмовый комплекс в честь иконы Божьей Матери Всевцарицы, уникальное железнодорожное экспериментальное кольцо, старое микрорайон Астахьево с одноименным аэропортом и многое другое с высоты птичьего полета. Стихи Щербинской поэтессы Людмилы Барановой дополнят образ любимого города. Меж перекрестков и дорог беспокойных На самом краешке московских полей Лежит мой город в полосе новостроек и в череде своих старинных аллей. И по-хорошему давно нам привычны и по-знакомому тревожат сердца бродяжий посвист проходных электричек и непрерывное движение кольца. А я услышу и притихну невольно такой зовущий, мелодичный, простой, плывущий в небе перезвон колокольный, над многозвучной городской суетой. Микрорайонов много строится новых, но и между ними я найду наугад цветенье белое весенних черемов, осенних кленов, золотой листопад. Смотри, как низко самолет пролетает, ему за полем приземляться опять, а соловьи здесь все равно разбивают и не желают никуда улетать. От театральной я пройду до рабочей и по Люблинской возвращусь не спеша, а рядом улочки намного короче, но к ним навеки прикипела душа. Немало места есть по белому свету, но я за этот город Бога молю, и я отсюда никуда не уеду. Я этот город бесконечно люблю. Меж перекрестков и дорог беспокойных на самом краешке московских полей лежит мой город в полосе новостроек и в череде своих старинных аллей. И по-хорошему давно нам привычны и по-знакомому тревожат сердца, пройдя же посвист проходных электричек и непрерывное движение кольца. Вот именно об этом кольце мы и хотим вам рассказать. Как легко и быстро найти на карте город Щербинка. По кольцу, которое сразу же бросается в глаза при первом взгляде на карту. Что же это за кольцо такое? Любой житель города ответит вам без раздумий. История этого уникального объекта насчитывает почти 90 лет, а началась она еще в 70-е годы XIX века, когда была построена железная дорога из Москвы в Курск. В 1890 году здесь построили постоянный остановочный пункт платформа Щербинка, названный по имени расположенной в версте от дороги деревни. Так и появилась наша станция. А вот экспериментальное кольцо появилось здесь уже в XX веке. Идея испытания подвижного состава на специальном замкнутом пути была озвучена еще в 1901 году профессором Юрием Ломоносовым. Но воплощаться она стала уже после революции. В 1918 году в Щербинке был основан Экспериментальный институт путей сообщения. А в 1932 году было построено то самое экспериментальное кольцо. Это был первый в мире испытательный полигон для железнодорожного транспорта. Тогда наше кольцо имело только один замкнутый путь протяженностью в 6 километров. И до 1960 года оставалось единственным в мире. Кольцо само по себе интересно и уникально. Такие очень мало, где еще в мире есть. Интересная особенность Щербинского экспериментального кольца в том, что внутри него посреди чистого поля расположена деревня Новокурьянова. К ней под путепроводом ведет единственная автомобильная дорога Железногорский проезд. В 1930-е годы в печатниках при строительстве водоочистной станции была ликвидирована деревня Курьянова, а ее жители переселили сюда. Внешний круг экспериментального кольца сделан без уклонов. На нем испытывают скоростные поезда. А вот на внутренних диаметрах наоборот есть специальные уклоны. На них тестируют грузовые вагоны. Поезда испытывают на скорость, надежность, на перепады температур и на растяжение. Поэтому даже рельсы здесь неоднородные. Они собраны из разных частей, привезенных со всего света. За десятилетия существования полигона на кольце были испытаны все основные типы локомотивов, электро- и дизель-поездов, грузовых и пассажирских вагонов отечественного производства, включая самые современные и мощные, аэроэкспрессы, сапсаны, иволги, стрижи, ласточки. Именно в Щербинге проходили итоговые испытания первого в России скоростного поезда и электрички с асинхронным двигателем, компьютерной системой управления и устройством для инвалидных колясок. Начиная с 2007 года здесь проводится международный железнодорожный салон техники и технологий Экспо 1520. 1520 мм – это стандартное расстояние между рельсами, принятые на территории СССР и современной России. А украшением салона становятся парады поездов и интересные шоу с катанием на старинных паровозах и современных локомотивах. Каждое первое воскресенье августа здесь отмечается праздник работников железнодорожного транспорта. Экспериментальное кольцо – это не только крупнейший уникальный испытательный полигон, но и место съемок многих кинокартин. Здесь есть все – несдареющий пейзаж, действующий паровоз и необычная железнодорожная станция, которую в городе называют «Кошкин дом». Она находится на крыше здания электрической централизации. Ранее здесь находился пост управления движением, а сейчас она используется как подсобное помещение. Однако, когда на кольцо прибывает съемочная группа, здание вокзала предстает в совсем ином свете. Здесь появляются таблички «Билетная касса», «Буфет», «Багажное отделение» и название станции, такое, какого требует сценарий. Именно здесь снимали сцены для фильма «Фландерс серебристый» в 2000 году и о чем говорят «Мужчины 3» в 2018, «Дженерэшн Пэ» в 2011 и комедийного сериала «Полярный» в 2019 году, а также военные кинодрамы «Коридор бессмертия», которую тоже снимали в 2019. Одной из сцен для премьеры 2020 года, нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза», тоже снимали на нашем экспериментальном кольце. Вот такой уникальный и многогранный объект есть в Щербинке. Приезжайте и все увидите сами. Военный гарнизон Остафьева расположен в южной части Новой Москвы. Он является частью города Щербинки, который входит в состав новомосковского округа столицы. Это особенная часть нашего города с богатой военной историей и традициями. Здесь несли службу герои Советского Союза, а теперь мирное небо расчерчивают современные лайнеры. Крылатый гарнизон так нередко называют Остафьева в народе. Сегодня это спокойный квартал, где горожанам удобно жить и работать. А отдыхают они в чудесной березовой роще, куда можно прийти на пикник, поиграть с детьми или, прихватив мольберт, создать новый шедевр с русскими березками, которые так и просятся на полотно художника. Аллеи гарнизона тихи и тенисты. Здесь находят вдохновение те, кто увлечен литературным творчеством. Недаром в Остафьеве живет много интересных поэтов. Влияет и близость усадьбы Остафьева, где гостил Александр Сергеевич Пушкин. Обновленный стадион на территории гарнизона собирает спортсменов и зрителей на активные мероприятия на открытом воздухе. Сюда приходят за здоровьем, за эмоциями, за хорошим настроением. Памятники и мемориалы гарнизона не оставляют равнодушными его гостей. Они рассказывают о героическом прошлом, о настоящем, о людях, легендарных и известных летчиках военной и транспортной авиации. А сейчас в мирное время дворы гарнизона наполнены благоухающими цветами, которые с любовью выращивают жители, ценители прекрасного. В гарнизон Астафьево ведут самые разные пути. И когда вам захочется побывать здесь, вы сможете добраться почти всеми видами транспорта самолетом, вертолетом, на электропоездах МЦД по железной дороге, а теперь еще и по новой автомобильной трассе из Южного Бутова. Добро пожаловать! Ждем вас в гости! Неподалеку от Щербинки, заботливо спрятанной природой от мирской суеты, расположен парковый ансамбль старинной усадьбы Захарьина с его жемчужиной, храмом иконы Божией Матери Знамени. Храм в русском стиле построен в XIX веке, но ведет свою историю с века XVII. Яркие цветники, живописный пруд, окруженный по берегам ивами и березами, островок с беседкой, ведущий к нему деревянный мостик, прекрасны в любое время года. Но осень в этом веками намоленном месте настраивает на размышления и дарит особое умиротворение. Созерцая красоту и гармонию Захаринского ансамбля, вспоминаешь стихотворение поэта Владимира Корнилова. Не встречал я осенью нигде красочный и трепетный картин, лучезарен каждый божий день с серебристой дрожью паутин. Золотые свечи октября придают торжественность лесам, всякий миг такой боготворя свой восторг дарил я небесам. Храм осенний светел и велик, благодатью высшей сотворен, как прекрасен он и огнелик, солнцем осеян со всех сторон. Целатятся купола церквей в ярко-желтом пламени берез. Это образ родины моей, дорог мне и памятен до слез. Владельцами усадьбы Захарьина в свое время были представители знатных фамилий Ромодановские, Бутерлины, Голицыны, Долгоруковые, Мусины-Пушкины, Новицкие. Здесь служили богу и окормляли приход многие достойные священники, среди которых наиболее известен основоположник русской фенологии протеерей Николай Сироткин. Теперь и мы, как они когда-то, можем гулять по липовой аллее, слушать пение птиц, смотреть, как отражаются купола храма в водной кладе. Это одно из тех мест, где человек чувствует свою причастность к вечному мирозданию. Есть в Щербинке и свое арт-пространство. 30 ноября 2021 года открыл свои двери посетителям Эрза-центр. Постоянная экспозиция культурного центра это коллекция слепков, выполненных с оригиналов малодоступных работ выдающегося российского скульптора Степана Дмитриевича и Федора Эрзи. Она собрана из российских и зарубежных музейных и частных коллекций. Здесь также собраны ценные библиографические материалы, архивные документы, фотографии. В постоянной экспозиции центра представлено более двух десятков работ, представляющих интерес как для поклонников творчества мастера Эрзи, так и для любителей искусства скульптуры в целом. КОНЕЦ Рассказ о Щербинке мы продолжим в следующей нашей программе. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на YouTube-канал Библиотеки Новой Москвы и узнавайте новости первыми. Субтитры Новой Москвы